Всем привет, меня зовут Вова, а вы смотрите новое видео на канале НСА Студия. Сегодня у меня на канале новогоднее настроение, потому что я вам покажу, как украшал квартиру к Новому году. В этом видео я вам покажу, как можно быстро, дешево и красиво оформить комнату к новогодним праздникам. Поехали! Пожалуй, мне бы хотелось начать оформление дивана и рассказать вам, как я оформил диван. Идею для оформления длинной части дивана я позаимствовал у американских блогеров. Таким образом они украшают камины, а я решил оформить диван. Берем несколько дождиков для того, чтобы получилась форма. Чем пышнее дождики будут выглядеть в куче, тем красивее получится. По всей длине дождиков наматываем гирлянду для того, чтобы она равномерно светилась по всей длине. Я использую гирлянду на батарейках, потому что так ее удобнее и можно прицепить к любому месту. У меня в этой комнате проблемы с розетками, они мало где есть, поэтому я нашел выход, это использование гирлянды на батарейках. Чтобы добавить какую-нибудь изюминку для того, что мы делаем, я предлагаю поставить какие-нибудь сувениры. Я поставил маленькую елочку и Деда Мороза, вы можете поставить что угодно. Также я добавил несколько елочных игрушек маленького размера, чтобы они все внимание на себя не забирали. Ну а теперь я предлагаю перейти к изгибу. Это треугольник дивана, который нужно также чем-то украшать. Я по традиции каждый год устанавливаю конусообразную елку белого цвета, которую я купил в метро еще где-то в 2013 году. Каждый год она выглядит иначе. Но прежде чем установить елку, хотелось бы поставить ее на какое-то красивое место. Поэтому я деревянный угол украшаю ватой. Я купил вату листовую, чтобы она была цельной и выглядела как будто это снег. Когда мы разложили по всему периметру вату, на нее можно устанавливать елку. Но так как у елки нет отверстий для игрушек, а в этом году я хочу прицепить на нее игрушки. В прошлом году у меня были наклейки с Алиэкспресс, а в этом году я ее украшаю елочными игрушками. Поэтому мы берем зубочистки, самые обычные, которые есть у каждого дома, и протыкаем елку с обратной стороны. На эти зубочистки мы потом будем прикреплять новогодние игрушки. У меня остались несколько игрушек, и я предлагаю их просто разложить по всей территории. Также я добавляю снежинки и ставлю какие-то игрушки. Вот вы и увидели, как я оформлял диван. Теперь мы переходим к оформлению двери. Вы видите дверь в мою комнату. Это сторона моей комнаты. На этой двери у меня стекло. То есть видно, что происходит с другой стороны двери. И мне это не очень нравится, поэтому я всегда заклеиваю ее постерами из кинотеатров. Кстати, скоро выйдет видео, как я беру плакаты из кинотеатров и стендов с кинотеатров. Как это взять, как договорить с администрацией. В общем, скоро выйдет это видео. Если вам интересно, подписывайтесь на канал. Так вот, прежде чем повесить рождественский плакат, нам нужно снять прежний. Плакаты к двери я прикрепляю с помощью скотча. Желательно использовать маленький скотч, потому что он менее крепкий. И потом, когда вы захотите сменить плакат, вам будет легче его отодрать от самого плаката, не испортив плакат. Потому что, как правило, мы вешаем на видные места те плакаты, которые нам действительно нравятся. И будет обидно, что через две недели, когда вы захотите его снять, он будет испорчен. И все, что вам останется, это его выбросить. Поэтому используем маленький скотч и не будет у нас никаких проблем. Так как приклеить обычный плакат на дверь мне не очень хочется, а как-то его украсить и оформить к Новому году, я по всем сторонам постера прикрепляю гирлянду на батарейках. Такую же, которую я использовал для оформления дивана. У меня таких гирлянд несколько, потому что я сразу, когда был в магазине, придумал, куда их смогу применить. Поэтому купил сразу несколько штук, чтобы было про запас. Вот гирлянда уже на своем месте, но выглядит это как-то не очень красиво. И чтобы закрыть гирлянду и добавить какое-то предложение к плакату, я предлагаю подобрать дождик в цвет плаката, чтобы он дополнял и продлевал историю плаката. Поэтому я использую белый дождик, потому что у меня белый постер. И получается вот как-то так, как получается. Кстати, мне еще захотелось добавить снежинки, чтобы еще сильнее украсить плакат. И вот, конечно, результат. Но что делать с другой стороны двери? Потому что с другой стороны двери у меня находятся кошки. И если я повешу плакат слишком низко и украшу его дождиком, коты, скорее всего, дождик сорвут и начнут с ним играться. Чтобы этого избежать, я буду прикреплять дождик только с верхней стороны. Кстати, от гирлянды мне придется отказаться с этой стороны, потому что ее тоже могут оборвать. С этой стороны я решил использовать более темный вид плаката. Это к фильму Крампус. И оформляю его, опять-таки, в тон плаката с синим дождиком. Двери оформлены, но на этом еще не все. Специально к новому году я решил устроить перестановку в квартире. Поэтому поменял некоторые вещи местами. И теперь у меня появился столик, который будет стоять возле дивана. Но его также нужно чем-то украсить. В прошлом году я его украшал подарочной бумагой. И в этом году мне хочется повторить этот процесс. И украсть его точно так же, как в прошлом году, но с другим видом подарочной бумаги. Настало время украсить этот стол. Для того, чтобы украсить и прикрепить подарочную бумагу к этому столу, мне потребуется скотч. Я взял скотч всяких размеров. И двухсторонний, и маленький, и большой. Ну а также ножницы. Поэтому давайте приступим к его оформлению. Я предварительно ездил в эпицентр, чтобы купить все эти новогодние украшения. И подобрал бумагу, которая, по моему мнению, будет идеально подходить для общего настроения и впечатления от оформления комнаты. Для начала мы распакуем упаковочную бумагу и отмеряем то количество бумаги, которое нам потребуется для оформления стола. Дальше мы должны расчертить ровную линию, по которой мы обрежем нужный для нас материал. Ну а дальше берем скотч, ножницы и начинаем. И приступаем к прикреплению подарочной бумаги к столу. Делайте это аккуратно, чтобы бумага не порвалась и все у вас получилось красиво. В этом деле не нужно спешить, а уделяйте внимание мелочам. И тогда все у вас получится красиво. Боковую часть стола я украсил новогодним дождиком, который я покупал с целью повесить на обратную сторону двери. Но так как у меня коты, я не смогу этого сделать, я его вешаю на стол. На этот столик можно теперь складывать все что угодно, начиная от подарков на Новый год и заканчивая розеткой, ноутбуком и зарядкой для всяких устройств. А теперь, пожалуй, самое интересное, оформляем люстру. У меня на самом деле было очень много идей по оформлению люстры. Я очень много внимания уделял оформлению люстры, потому что хотел ее сделать необычной, какой-нибудь громоздкой, чтобы внимание сразу падало при входе в мою комнату. Сразу люди смотрели на люстру. Зачем, кстати, не знаю. Я много всего купил, сейчас вам все покажу. Большой шарик, такой вот шар. Также есть два шара, это синий цвет, это вот такой вот чисто синий шар. Он тоже будет висеть вместе с золотистым на люстре. Вот такой вот шар. Ну и точно такой же еще один. Еще я взял упаковочную бумагу, новогодняя игрушка на елку. Она очень необычная, вот такая вот игрушка. В общем, я нашел несколько больших шарок. Кстати, я рекомендую вам покупать шары не одного цвета, а нескольких, максимум двух-трех, для того, чтобы оно не казалось одной одноцветной штуковиной, которая просто висит у вас посреди комнаты. Поэтому выбираю несколько цветов. Я решил повесить все шары на разном уровне, а также у меня были идеи, чтобы повесить туда дождик, но я хотел взять пластмассовый, но, к сожалению, я его так и не смог найти ни в одном из магазинов, где я искал. Поэтому на данный момент у меня висят обычные шары, ну а продолжу оформление уже потом, когда найду украшение, которое ищу. Как только люстра будет закончена, я обязательно опубликую фотографию в своем инстаграм. Ссылка на профиль есть в описании. Друзья, цель этого видео показать вам какие-то идеи по оформлению квартиры и комнаты, как из малого можно оформить что-то красивое и добавить новогоднее настроение, принести сказку в свою комнату. Теперь я в нее захожу и понимаю, что уже декабрь и очень скоро Рождество и Новый Год. Если тебе понравилось это видео и ты подчеркнул какие-то идеи для оформления своей квартиры и комнаты, ставь видео палец вверх. Также подписывайся на канал Инстаграм Студия, ведь видео на этом канале выходят каждый понедельник. И у меня, кстати, есть еще один канал, называется Гураленд. На нем выходят ежедневные влоги, я снимаю свою жизнь, и видео выходят 7 дней в неделю, 365 дней в году. Каждый день, 7 утра по Москве. Ссылку оставлю в описании. Ну а с вами был я, Вова Кура. Хорошего вам Рождества и Нового Года. Увидимся. Пока-пока.